То есть все-таки этот однодневный недометеж Путина, он уже бонусы потихонечку-потихонечку, но приносит Украине, да? Это безупречный мятеж, безупречный. Ну, с точки зрения, я же надеюсь, мы... Вначале казалось, не удалось, а оно что-то да и меняет потихонечку. На самом деле, мы же с вами опять же прагматики. Ну, то есть мы же без иллюзий живем, да? Ну, имеется в виду, оцениваем события правильно. Безусловно, неподготовленный мятеж, потому что он вызвал шок у элит в том числе. А ты не можешь, имея всего там от 5 до 8 тысяч вооруженных людей, перехватить власть, потому что тебе нужно будет ее удержать. Тебе нужно будет сразу менять руководителей на места. А это гигантская территория. Тебе нужно будет контролировать те или иные этнические регионы для того, чтобы там не вспыхли внутренние восстания уже и так далее. Ну и кроме того, личность Пригожина. Он слишком ничтожен для серьезных задач. Объективно. То есть, но с другой стороны, что показал? Вот этот неудавшийся мятеж, наоборот, безупречен. Еще раз подчеркиваю. Он показал, насколько все гнилое, труклявое внутри Российской Федерации. То есть, там вот щелкнул пальцами, оказалось, что силовой вертикали никакой нет. Что Росгвардия может избивать только, опять же, женщин, которые вышли на одиночные пикеты и нет войны. Там нет абсолютно президента. Ну, то есть, этот президент сразу, как только записанное там поставили, они в 12 ночи поздравления с Днем Молодежи, и потом уже не могли сутки найти, а где этот поздравитель с Днем Молодежи находится. Там абсолютно сразу разбежалась вся элита. И они все, и даже пропагандисты быстренько спрятались без этого пафоса и так далее. Там абсолютно феерически выглядело приветствие Вагнера. Представляете, идут головорезы, а люди хлопают в ладоши, дарят цветы и говорят, ура, идите разберитесь с этой рублевкой. То есть, электорально все не переваривают, оказывается, Путина. Ну, то есть, это ж фикция. Ну, и самое главное, самое главное, что в России некому противостоять реально вооруженным группам. То есть, грубо говоря, ни Золотов какой-то, ни Нарышкин, который воюет все время с Польшей, ни Патрушев, у которого там боевые пчелы где-то летают и так далее, они настолько не способны оценивать то, что происходит в стране, не только по войне, но и, в принципе, в самой стране, что, в принципе, этот неудавшийся переворот четко показал. Очень быстро, в считанные буквально часы или там дни, все это может обрушиться и, в принципе, так и будет. То есть, грубо говоря, полноценный переворот возникает тогда, когда, с одной стороны, Россия окончательно проигрывает войну. Ну, то есть, грубо говоря, терпит несколько тактических поражений по линии фронта, и армия начинает с ускорением возвращаться на территорию России. Внутри России начинается хаос, потому что никто не понимает, что делать. Вы же видели, как себя вели в Белгородский, там, губернаторы и так далее и тому подобное. Они настолько тоже трусливые. Я имею в виду Белгородский, когда даже легион Росвободной России там был в небольшом количестве. Как себя вёл губернатор Ростова, исчезнувшие комендатуры, как себя ведут и так далее. И главное, внутри России должна появиться всё-таки элитная группа, которая между собой договорится о перехвате власти. И тут, кстати, между прочим, очень интересный момент сейчас возник, вот после Прибожинского неудавшегося переворота. Если элита, в том числе и ближнее окружение Путина, не осознает простую истину, что им нужно, первое, поменять царя, ну, на более сильного, адекватного, и это не патрушев. Второе, вывести войска с Украины, потому что иначе это будет действительно ввести к катастрофическим последствиям бунтовского типа в России, и эту элиту будут уничтожать, то тогда они приходят к финалу, когда к ним придут просто и будут там сжигать их поместья и так далее и тому подобное. Потому что в России всегда всё это потом возвращается в смутные времена, когда хотят выместить злобу на олигарх. Ну, или там, на боярах, я не знаю, как это назвать, в Российской Федерации. Ну, как вы думаете, эти процессы, то, что они уже запущены, фитиль подожжён, это понятно. Во временных каких-то перспективах? Как вы думаете, это месяц, недель, года? Всё зависит от трёх вещей. От эффективности наступательных операций Украины. Это очень важно. От эффективности сценарных планов, проработанных в Генеральном штабе. От таланта того же заложного, от таланта тех же Сырского, Тарнавского, Москалёва и так далее, которые отвечают за оперативное направление. Второе. Параллельно с этим это зависит от снабжения украинских вооружённых сил. Ну, то есть, грубо говоря, от поставок той же техники, о которой мы чуть выше говорили. Опять же, это зависит от решительности НАТО. Готовы ли они действительно очень быстро, приоритетно поставлять необходимые нам компоненты войны в необходимом количестве. Это вторая часть. И третья часть. Это зависит от того, насколько быстро появятся альтернативные элиты. Не системные либералы, если бы, или там системная оппозиция традиционная, которая сейчас в Европу убежала, и оттуда в твитах рассуждает о том, как нам обустроить Россию. Классический Солженицыновский тип и так далее обсуждения. Вот появление этой альтернативной элиты, которая действительно может быть жёсткая, я бы даже сказал, жестокая на внутреннем рынке. Вот три фактора. Смотрите, по первому фактору мне всё понятно с точки зрения того, как продвигаются наступательные операции. Я, в отличие от многих, очень оптимистично смотрю, потому что понимаю ту задачу, которую они решают на первом этапе. А первый этап – это накопительный этап, это формирующий накопительный этап. То есть, когда ты, собственно, наносишь максимальный ущерб российским оборонным сооружениям, инженерным конструкциям, логистике, обеспечению и так далее, и постепенно вот это давление увеличиваешь, грызаясь в оборону. Мне понятно, и вот президент сегодня это подчеркнул, мне понятно, что пока решительности такой фундаментальной у НАТО, к сожалению, нет. Потому что иначе мы бы с вами могли сегодня говорить о резко наращиваемых поставках оружения. Но я думаю, что мы тут будем дожимать и тоже дожмем. Это как раз-таки перерогатива президента Украины. Он очень эффективен как переговорщик. И третья составляющая, чего пока я не вижу, но мы это исследуем вместе с нашими разведсообществом нашим, объемными СБУ, и ГУР великолепный, и служба внешней разведки, и служба разведки погранцов наших и так далее. Мы вместе все это прорабатываем, смотрим, анализируем, возможно ли появление не только внешних, типа Легиона России, свобода России, но и внутренних таких альтернативных элит, которые могут быть очень жестокими по отношению к возможности перехвата власти. И это, в принципе, мне кажется, все это вместе, это вопрос месяцев, но не лет. Вот как многие говорят, знаете, это может затянуться конфликт на года. Конечно, конфликт можно затянуть на годы. При каком условии? Если будет резко снижена интенсивность конфликта. Ну то есть, грубо говоря, если будут очень незначительные боевые действия идти, и тогда у России, конечно же, надолго хватит ресурса. То есть, они немножко пояса заткнут, как вы правильно говорите, глобальные посмотрят, ага, не завалили Россию, тогда, наверное, можно ей помогать. Почему? Потому что, ну, Россию не завалили, и, соответственно, уже никто ее там не уничтожит. Ну, имеется в виду в таком политическом исполнении. Тогда, чего бояться, будем просто с ней уже торговать, давать оружие, технологии и так далее. Это опасный сценарий, между прочим. Так вот, безусловно, у нас в сценарии не прописано то, что Генеральный штаб предлагает, не прописано резкое снижение интенсивности войны как таковой, потому что при резком снижении действительно конфликт может быть затяжным. Но при нынешней интенсивности боевых действий, при нынешней интенсивности войны как таковой, у России ресурсы очень и очень на незначительный промежуток времени. Редактор субтитров А.Семкин